Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Евразия самоорганизуется. Утрачивающий глобальную гегемонию, Запад не сможет остановить этот объективный процесс, изолировать его участников и скоро начнет испытывать на себе его последствия. В этом заключается суть саммита Шанхайской организации сотрудничества ШОС в Астане. На нем эта авторитетная и все более влиятельная международная структура пополнилась новым, десятым полноправным участником – Белоруссии, которая стала первой неазиатской страной, членом ШОС. Батька снова успел, но в Астане были и другие герои. Кто они и почему у них получилось? Пока в США не могут решить вопрос о власти, а Европу лихорадит выборная горячка, ведущие политики Евразии встретились и обсудили восстание на саммите ШОС пути построения взаимовыгодного экономического порядка в Евразии, добившись в этом значительных результатов. Все объективные предпосылки для этого налицо. Странны, члены ШОС занимают около 70% территории Евразии. В них проживают 3-5 миллиардов человек, половина населения планеты. Четыре из десяти крупнейших экономик мира также входят в это объединение. На саммите Восстании было подписано 24 документа. Центральным из них стала Декларация Совета глав государств ШОС, в которой выражен консолидированный подход стран-участниц по актуальным региональным и международным проблемам. В ней зафиксировано право народов на самостоятельный путь развития. В декларации много пунктов. Мое внимание привлекли следующие. Несовместимость односторонних экономических санкций с международным правом по увеличению заинтересованными странами доли нацвалют в расчетах. Открытость и заинтересованность во вступлении новых членов в ШОС. Важных событий на форуме было много. Запад, особенно англосаксы, питают большие надежды на Казахстан. Некоторые основания для этого у них есть. Но их становится все меньше, поскольку Россия с Китаем не позволит устроить там пожар, который подожжет весь регион, создав между нами пропасть. Это стало окончательно ясно на саммите Восстания. Товарищ Си поставил этот вопрос предельно ясно по отношению ко всем членам ШОС. Перед лицом реальных вызовов, таких как вмешательство и фрагментация, нам необходимо объединить, проявив солидарность. Мы должны рука об руку стоять внешнему вмешательству, оказывать друг другу твердую поддержку. Отметив, что проблемы в ходе сотрудничества необходимо решать, опираясь на общие позиции, лидер Китай подчеркнул, что мирное развитие региона находится в руках государств, членов организации. Президент Казахстана Касым же Март Такаев признал. «Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных структур». Он подчеркнул, что плодотворное взаимодействие стран ШОС задает вектор развития всего Евразийского континента. Такаев напомнил, что за год председательства Астаны в ШОС в рамках объединения прошло более 150 мероприятий по всему спектру сотрудничества. В настоящее время организация состоит из 26 стран, 10 государств-членов, 2 наблюдателей и 14 партнеров по диалогу. Зачем они оказались в этой структуре, доходчиво объяснил игравший одно время в многовикторность президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью информагентству Казинформ, убежден, что сегодня государство, члены ШОС выступают локомотивами роста мировой экономики и центрами притяжения инвестиций и инновационных производств. ШОС для Беларуси не просто международная организация. Прежде всего, в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры. За первые полгода 2024-го произошло около 11 тысяч банкротств немецких компаний. Они затронули порядка 133 тысяч работников, сообщает Бильд. По данным Ассоциации экономических исследователей среди триформ, количество банкротства фирм выросло по сравнению только с аналогичным периодом прошлого года примерно на 30%. При этом нынешняя волна банкротств значительно сильнее, чем раньше, затронула крупный бизнес. Она, например, накрыла национальную сеть универмагов «Галерия Корстат» и третьего по размерам в Европе туроператора FT Touristic. Причем падение FT уже породило вторичную реакцию. Компания осталась должна миллиарды долларов отелям, вынудила раскошелиться страховые фирмы и оставила без уже оплаченного отдыха множество туристов. Туроператор работал с странными, ему принадлежали около 50 отелей, на него официально трудились свыше 11 тысяч человек. Мало кто мог предположить падение такого гиганта, но это произошло. Также в Германии на 6-7% возросло количество банкротств среди физических лиц. О своей полной финансовой несостоятельности объявили 35 400 человек. Еще тогда вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к осени Германия должна полностью отказаться от углей ЗРФ, а к концу года стать почти независимой от российской нефти. В начале 2023-го вступила в силу общеевропейская эмбарго на российские нефтепродукты. Осенью 2023-го канцлер ФРГ Олаф Шольф с гордостью заявил, что Германия смогла полностью заменить российский газ топливом из других источников. Прозвучало это победоносно. Еще осенью прошлого года The Wall Street Journal писала о том, что европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие важные для экономики товары, уходит из ЕС и переносит свои производства в Соединенные Штаты. Так как резкие колебания цен на энергоносители и перманентные проблемы с цепочками поставок приносят вред Европе тем, что, по мнению некоторых экономистов, может стать новой эрид индустриализации. Вашингтон представил целый ряд стимулов для развития производства и зеленой энергетики. Одним из примеров таких корпораций стал немецкий автоконцерн Volkswagen. Кроме того, Tesla свернула проект по производству аккумуляторов в Германии. Эксперты отметили, что такие преимущества Европы, как наличие передовых технологий и высококвалифицированной рабочей силы, не способны перевесить энергетические проблемы. При этом американские эксперты признали, что даже таким крупным производителям газа, как США, Канада и Катар, вряд ли удастся перекрыть бывшие поставки голубого топлива. Несколько месяцев спустя источник подтвердило наличие тенденций, ранее описанных экспертами. Издание отметило, что европейские компании бегут от своих проблем в США, где власти создают им специальные льготы на нормативном уровне. Продвигающая обычно либеральные общеевропейские тренды признала, что экономика ФРГ уходит в состояние рецессии. В четвертом квартале валовый внутренний продукт Германии сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5%. Летом 2023 года статистические службы Германии заговорили о том, что количество неплатежеспособных компаний в стране в годовом измерении возросло на 23-8%. До выборов в Соединенных Штатах еще достаточно далеко, и даже самые отчаянные политологи опасаются делать прямые и однозначные прогнозы относительно их результатов. Министр финансов США прилетела на экономический форум во Франкфурт и с хрустом взяла быка за рога. Джанет Йеллен фактически потребовала от Евросоюза присоединиться к готовящемуся Китаю пакету санкций, ограничить импорт китайских технологий, в частности, ввести запрет на поставки китайских электромобилей. В России причины и предпосылки происходящего известны не очень, а вот за океаном это экономическая тема номер один. Уже около месяца в Соединенных Штатах на самом высоком уровне, включая лично президента, обсуждается тема ведения частичного или полного запрета на китайские электромобили. В верной своей голливудской манере обставлять все с трагическим пафосом, Вашингтон упирает на китайских электрокаров для экологии. В конкретном случае команда Байдена без пардона и осознанно неправ. Проблема тут не в экологии, а в том, что китайский автопром стальным катком давит американских конкурентов, заполоняя местный рынок. Вашингтон пытается выставить данный процесс, что полнейшая ахинея. Более того, данный результат уже давно предсказан всеми вменяемыми экономистами. Краеугольным камнем всей новомодной эко и электроповестки является использование аккумуляторов. Наиболее продвинутый из них, с наилучшими показателями сохранения и отдачи энергии – это литий-ионные батареи. Именно они только весом в полтоны и устанавливаются на все современные электромобили. Второе место на этом рынке делит Южная Корея и Япония, а Соединенные Штаты лишь третье. Американские профильные компании осилили только 8% мирового производства, но на каждом углу обещают к 2033-му зарабатывать на выпуске батарей не меньше 78 миллиардов в год. Китай в этом случае ведет себя, как пресловутый кот Васька, слушает да ест. Американский рынок. Пройти мимо темы экономического Пекина и Вашингтона нельзя хотя бы потому, что Китай – наш ближайший союзник, а сходящиеся в новом клинче экономические титаны могут нокаутировать всю мировую экономику сразу. Большинство слышало о торговой между США и Китаем. На этой теме себе заработал много очков Дональд Трамп, однако все было несколько иначе, чем нам рассказали американские СМИ.